евгения опрос задала как определить как рассчитать людей но этой чары это дело по управлению персоналом часто спрашивают сколько же лишних ремонтников дали там сколько у нас инженеров вот так таким подвохом мы должны быть готовы что ваша служба персонала оценивает вообще говоря кого бы из вас убрать ответ на вопрос сложный как я бы начал отвечать на такой вопрос начинается он определение общего доступного времени видно то есть на количество всякой дней мы выясняем какое производство какие смены у людей выходных отгулов больничных понятно да эта история которая фиксируется в ваших системах управления персоналом то есть мы выводим некое максимальное время вот 172 чистых доступных человека дня то есть ваш ответ придя на работу каждый день он может быть использован исходя из этого показателя то есть вы за это ему как бы платить деньги а дальше начинается вас вопрос как вы эти 172 человека дня вы можете спланировать время включения гаек ну понятно да то есть следствие у нас старые операции сварки сварочные монтажник там лазит по трубам и это вот время которое вы должны его непосредственно эту работу утилизировать но опять-таки в мире мы на наш опыт можно ориентировать никто не считает в россии его в мире считается вот 7 процентов от мально допустимого времени считается прям мировой класс ну и понятно чем меньше чем путь аналогичного то и е то что мы говорили эффективность оборудования есть ну у нас вообще никто не считает а мы его так просто проконтируем то же самое про этим человек часам вы можете иметь ну сто процентов доступность этого персонала да он пришел на работу производительность у него высокая он быстро крутил закрутил дайки но после него после его работы на следующую смену там оборудование агрегат отказал то есть реворк так называемая переделка этого заказа ребята на месте быстро крутят гайки но плохо вот имеет смысл держать с каким низким показателем эту бригаду или этих людей это вопрос там либо обучение либо значит соответственно инструмент либо вообще говоря планирование как они ходят этим надо управлять короче говоря я думаю что все вы знаете если там посмотреть оптимальное время максимальное время включения гаек и задержки которые происходят ну времени включения гаек неплановые работы да то есть они бегают по цеху соответственно перемещаются да поезд записей на сам популярная история когда мастер сам идет на склад ждет выдачи запчасти и там вся бригада сидит где-то ходит ожидание доступности то есть когда вы пришли оборудование не отключено они готовы к ремонту ну и ожидайте вот они слезали вот ну много таких факторов и все они как бы приводят задержку вот этого самого времени непосредственно работы хотя они все обычно включают нормативы ожидания там подготовка документации уборка но это это то время которое вы не касаетесь оборудования второй момент это использование нормативов в любом случае нам работы надо нормировать у нас есть там понятие нормативная база вот кого вы хотите сокращать цеховой персонал при старее в ремонтном цехе сокращать либо подрядчик там отжимать для всего для этого нужна нормативная база которая говорит что надо сколько-то человек часов по нормативу да вот об этом ломаются многие проекты вы не знаете сколько вам надо человека часов никто из сидящих в зале не знает сколько людей нужно на ремонт скорее всего всегда вот эти вопросы неточности и прочее прочее как бы цифры нету почти никого но если бы она была мы ответ на евгения дали бы каким образом у нас есть нормативы на наши работы некий состав операции есть заказы вот те самые заказы которые в нашей системе ассутаир выдает инженер по планированию непосредственно людям там есть операции тексты и запчасти если у него ну так называемая балансировка совпадает количество плановых заказов по оборудованию с количеством здесь ошибки да ошибка количество людей по специальности я могу сказать что у меня здесь 5 разряда не хватает тексты и много сварщика мало понятно да идея то есть эта идея реализована в системах ассутаир некоторых именно как функциональность планирования то есть когда он нажимает кнопку спланировать видите какие операции на каком оборудовании кто делает и сколько у вас таких людей есть наличие путем их смен отгулов и прочее сделав такое упражнение вы евгений ответить кого можно уволить кто лишний ну соответственно эта идея еще балансировка доходит до списания то есть вот до смен можно выдавать уже заказы людям конкретным с этой специальности управлять уже людьми на этапе смен вот эта вот картинка красивая заработала нам нужны нормативы да нам нужны пересня оборудования нам нужны люди которые это будут делать механик вот наш классический механик он не не может заниматься такими задачами да он бегает там по установкам с подрядчиками разбирается ищет там после создателей как ни странно это мы говорим что ответ на этот вопрос по созданию новых ролей инженер по планированию который собственно и определяет сколько людей нужно на этих объем работ и отвечает на вопрос по личным и кого не хватает новая философия есть 15 этих людей сколько их надо есть западные книжки да в которых соберется вот вам количество ремонтников вот вам количество этих планировщиков инженеров надежности исходя из количества долов специалии там ремонтные некие такие базовые ориентиры и привет я мультяшный робот простоев нет расскажу вам про курс базовые практики планирования таир управления надежностью и критичностью оборудования по методике rcm простой это потеря времени в рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям вы наверняка задавались вопросом а как наиболее эффективно избежать простоев наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем связанных стоит освоив курс вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства курс подойдет инженерам ппр и специалистам по надежности техническим директорам директорам производственных систем и их заместителям руководителям служб эксплуатации и ремонта участникам проектных команд развивающих систему управления таир менеджером по автоматизации и управлению таир специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления таир программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения обучение идет пошагово вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов рассматривайте примеры из практики пробуйте применять полученные знания также вы получаете доступ к общей группе студентов курса где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками курс проходит онлайн на нашей платформе sdo простоев нет вы можете учиться с любого устройства с телефона планшета или компьютера все что вам нужно это доступ в интернет в рамках курса вы освоите практические методики которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях вы познакомитесь с конкретными проектами таир от простоев нет которые реализованы в россии и снг по окончании каждого учебного модуля вас ждет практика тестирование и вебинар обратной связи а по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат обучение уже прошли более 1500 специалистов таир из трехсот производственных компаний переходите по ссылке под этим видео и записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса до встречи на курсе